Хей, йоу, всем здарова, с вами снова якихвок, и в этом видеоролике мы поговорим о ивенте в конце этого сезона. Ну а перед началом ролика я очень прошу тебя поставь лайк и подпишись, если еще не подписан, ну и конечно же напиши комментарий, что очень сильно поможет в продвижении видеоролика. Ну а мы погнали! Но стоп, в Фортнайте уже начались, Фортнайт кошмары, а ты даже не знаешь, где можно купить веб-баксы на новые скинчики, так что же делать? А в этом тебе поможет Лама Бот. В этом магазине вы сможете закупиться как веб-баксами, так и всеми возможными ключами и наборами. Ну и кстати, сейчас там действуют скидки на целых 3 топовых набора. Вы только представьте себе набор мрачного воронина с 2000 веб-баксами всего за 600 рублей. Ну а если же у вас возникли какие-либо сомнения по поводу этого бота, то я сразу же скажу, что вам нечего переживать, ведь в магазине вы также можете посмотреть на отзывы других покупателей. Ну и как только вы получили свой товар, вы также можете оставить свой отзыв, что послужит продвижением этого бота. Так что чего же ты ждешь, переходи по первой ссылке в описании и запасайся веб-баксами на новые скинчики. В этом видеоролике вы узнаете, что случится на ивенте 4 сезона 3 главы, какова истинная цель Хрома и что стало с членами Семерки. Ну и начнем мы как обычно по порядку. Что случится на ивенте 4 сезона 3 главы. Как вы знаете, у нас в Фортнайте началось событие Фортнайт Кошмары, которое как ни странно посвящено Хэллоуину. И казалось бы, это событие не может привнести никакого сюжета в Фортнайт, и по факту так оно и есть. После обновления у нас не появилось никаких сюжетных заданий, которые бы хоть как-то объясняли, что происходит на острове. Но все же, несмотря на это, разработчики добавили в игру небольшие намеки на то, что произойдет в конце этого сезона. Первое, что сразу бросается в глаза, так это новые задания в Фортнайт Кошмаров, за выполнение которых нам дают дельтаплан рюкзака Кирку, которые своим описанием и названием напрямую говорят, что в конце этого сезона произойдет не просто ивент, а ивент, который уничтожит остров 3 главы. В начале сезона я уже разбирал описание предметов вестницы, где нам также намекали на ивент в конце этого сезона. Но вот описание новых предметов уже не гласит, что угроза уже близка, и она может уничтожить остров, а напрямую говорит нам, что Хром, Небытие и Вестница уничтожат остров. Чего только стоит описание одного топора, где написано, что это оружие способно уничтожить целую реальность. И это снова подчеркивает связь Хрома с Королевой Кубов, целями которой также было уничтожение разных реальностей. И кстати говоря, вы мне писали в комментариях, что в трейлере боевого пропуска 18-го сезона Королева Кубов сказала, что после того, как они закончат, останется лишь ничто. Думали, мы не вернемся? Думали, что спасли свою реальность? Нет. Вы подготовили ее для нас. Ну же, собирайте свою жалкую армию и готовьтесь к бою. Но знайте, когда мы закончим, останется лишь ничто. Я вот тут поразмышлял над этой фразой и построил небольшую теорию, а что если фракция Королевы Кубов является фракцией, которая отвечает за захват реальности, а уже всю грязную работу делают остальные. Возможно, после захвата острова Королевы Кубов на остров должны были спуститься Небытие и Вестница, которые бы провели, так сказать, чистку нулевой реальности. Они бы полностью окутали остров Хромом и манипуляциями, как и в случае с Адептом, заставили все жители острова присоединиться к последней реальности, дав им взамен силы Хрома или же силы Кубов. И эту теорию как раз таки подтвердила сама Королева Кубов, сказав, что мы не смогли спасти свою реальность, а лишь подготовили ее для последней реальности. Ну и с этим мы, пожалуй, разобрались, но все же остался еще один вопрос. А где, собственно, будем находиться мы в то время, как Небытие и Вестница устроят конец света и будут захватывать наш с вами остров? Ведь если Семеро не смогут нам помочь и в этот раз, то нам определенно, как и на ивенте восьмого сезона первой главы, нужно подыскать какой-нибудь бункер, где мы сможем переждать это Хромовое безумство. Ну и на этот случай у нас уже все подготовлено. Вы же не забыли, что основание статуи Основателя как раз таки и является гигантским бункером, в котором мы бы смогли укрыться от Хрома. Но вот самое странное то, что этот самый бункер с начала сезона уже был покрыт Хромом, и маловероятно, что внутри он окажется полностью нетронутым. Но все же после нового обновления эпики добавили нам интересные надгробья, на одном из которых написано, что это не секретный бункер на случай конца света. И либо разработчики так жестко рофлят над тем, что в конце сезона острова не станет и нам будет некуда спрятаться, либо же они намекают нам на то, что где-то на острове есть секретный бункер. И это очень странно, ведь в третьей главе у нас нет никаких бункеров, как на том же острове второй главы. Кроме, как я уже и говорил, бункера Основателя. Ну или я чего-то не знаю. Напишите в комментариях, может вы нашли какой-нибудь секретный бункер на острове. Ну все, не будем зацикливаться на этом, и давайте поговорим, куда собственно движется Хром и какова его истинная цель. Недавно датамайнер Кумар выложил пост, в котором показал, куда же все-таки движется Хром. И каково было мое удивление, когда я узнал, что вот этот вот жидкий металл движется не к эпицентру, а к древу реальности, которая как раз таки и появилась из-за действия нулевой точки. Но тогда почему Хром движется не к нулевой точке? Давайте разбираться. Причиной этого может быть то, что потоки энергии нулевой точки раньше шли к древу реальности, а теперь от него. И из-за этого у вестницы силы начали иссякать. И она решила подобраться к древу реальности и заново заставить его вбирать в себя энергию нулевой точки, тем самым восполняя свои силы. Ну и также не стоит забывать и о новом боссе, который появился в новом обновлении и который 100% связан с вестницей и Хромом. Если вы уже бывали в мрачном доме, где раньше были шаткие шахты, то думаю вы уже встречали это жуткое существо. Оно появляется там лишь после того, как вы активируете вот этот странный ритуал. И смотря на него, я спрошу вас, не напоминает ли он что-то такое же с первой главы? Да, этот ритуал почти один в один схож с ритуалом Владыки Огня, который, как мы узнали по комиксам Марвел, все еще должен находиться под островом. И возможно ли то, что эти персонажи как-то связаны между собой? Ведь в центре ритуального круга мы также можем увидеть рисунок Кракена, точно такого же, который был изображен на корабле пиратов в восьмом сезоне первой главы, и который сейчас также находится на острове. Но это мы можем узнать лишь когда этот скин выйдет в игре. А выйдет он уже совсем скоро, ведь в файлах игры уже нашлись некоторые предметы нового отряда Фортнайт, и по всей видимости, этот скин станет частью этого набора. Ну и последнее, о чем я хотел поговорить, так это о том, что стало с членами семерки. Да, мы все знаем, что Хром поглотил почти всех членов семерки, но мы до сих пор не получили ответ, где они сейчас находятся и живы ли они вообще. Ну хотя нет, ответ на этот вопрос нам дали еще в прошлом сезоне. Парадигма, если ты слушаешь это, значит, у меня больше нет. Я не знаю, куда меня забрали и не знаю, вернусь ли. Я обещал, что мы больше тебя не оставим, и говорил, что освобождать эпицентр совершенно безопасно. Все это моя вина. Что бы ни случилось, я это заслужил. Я запрограммирован ими заботиться о тебе и о тех, кто тоже выжил. Надеюсь, хоть кто-то выжил. Мне жаль, что все так закончилось. Я всегда. В этой записи экспериментатор говорит Парадигме, что он без понятия, куда их забрали и вернутся ли они вообще. Он признает, что освобождение эпицентра было и впрямь плохой идеей. Ну а после связь попросту обрывается. И из этого всего мы получили ровным счетом ноль информации, где сейчас исток пришелец и экспериментатор. Да, они поглощены Хромом. Да, их держит в плену Вестница, не давая им вернуться на остров. Но кроме этого мы не знаем почти ничего. Ну а гармонию, походу, и вовсе вычеркнули из сюжета Фортнайта. Хоть мы узнали из комиксов Марвел, что она после смерти Мираж покинула Семерку и ушла странствовать, мы все же не понимаем, почему она не узнала о том, что происходит на острове. Ну и последний это Основатель. Это именно тот чел, который исчез просто так. И походу после событий комикса отправился во вселенную DC, чтобы стать там Черным Адамом. А то другого объяснения у меня нет, зачем было Скалу назначать на роль Основателя, сюжетного персонажа Фортнайта, чтобы потом еще раз добавить другой скин с лицом этого актера. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы сюжет в Фортнайте продвигался каждую неделю, как это было в 20 сезоне, и что вы думаете о том, что Эпик Гейм сделали с Основателем и Черным Адамом. Мне будет очень интересно почитать, что думаете по этому поводу лично вы. Ну а на этом у меня все, если хотите увидеть и услышать продолжение всей этой истории, то наберите на этом ролике 200 лайков, и по ходу выхода информации выйдет новый ролик. Ну и также не забывайте, что у меня есть свой Дискорд сервер, в котором в случае моего повторного ухода или же блокировки ютуба, я смогу делиться новой информацией по новым роликам. А с вами был Кикфок, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok